Здесь, честно говоря, хуже. Нет работы. Еле-еле себя кормим. Если границы открывают, мы сам всех уезжаем. Здесь, честно говоря, половина 8% уезжает домой. Хасан Турсунов из Узбекистана – один из тех, кого карантин застиг не дома. Без возможности заработать и вернуться на родину, все они ждут открытия границ. Если в России количество таких граждан переваливает за миллионы, то в Абхазии все намного проще. Более 1200 человек уже получили рабочую визу и, соответственно, разрешение на работу. Это количество больше, потому что есть еще те, у которых пока действует виза и пока действует разрешение на работу, и они еще к нам не обратились. Точную цифру иммигрантов, которые заехали, до такой цифры мы не обладаем, потому что наша служба на границе не находится, и мы в основном занимаемся выявлением их и оформлением. Как отметили в миграционной службе, количество мигрантов в Абхазии на сегодняшний день могло бы быть в разы больше. Однако очень многим удалось покинуть республику еще до начала карантина. В основном мигранты в ноябре и в декабре выезжают из Абхазии, чтобы вновь затем заехать в марте и в апреле. И вот основная масса их выехала, и в связи с известными событиями, естественно, не смогла заехать. Для мигрантов рабочая виза выдается сроком до трех, до шести месяцев и до одного года. Продлить ее можно только один раз. Дальше обязательным условием считается покинуть территорию иностранного государства, что и сделала в свое время некоторая часть мигрантов. Однако о том, как будет действовать этот закон, пока границы закрыты, миграционной службе неизвестно. Знаете, мы пока с таким не сталкивались, потому что в основном, основная масса мигрантов, они делают свои документы разрешительные на год или на полгода. И, естественно, они один раз сделали, срок закончился, повторно мы им можем дать. Вот если, не дай бог, конечно, такая ситуация продлится, потом будет проблема. Мы не сможем им выдать, они не смогут выехать. А как будет такой ситуации, пока неизвестно? Пока неизвестно. Для самой Абхазии нахождение здесь рабочих мигрантов является экономически выгодным. За оформление разрешения на трудовую деятельность иностранные граждане платят госпошлину, которая ежегодно приносит в бюджет республики. В среднем до 40 миллионов в этом году, несмотря на карантин, сумма составила 12 миллионов рублей. Госпошлина на рабочую визу в зависимости от срока до трех месяцев, до полугода и до года. Соответственно, тысяча рублей, три тысячи рублей, пять тысяч рублей. Но это что касается однократной визы. Есть еще двукратная виза и многократная виза. Многократная виза, допустим, на один год стоит 6 тысяч рублей, потому что есть такие мигранты, которые, находясь здесь в течение года, по мере необходимости им приходится выехать и заехать. Естественно, им нужна многократная виза. И поэтому это госпошлина, которая установлена. Все эти деньги, естественно, идут в бюджет государства. Нам они приносят квитанции об уплате госпошлины. Это является для нас документом. Разрешение на работу также выдается до трех месяцев, до полугода и до одного года. Там, соответственно, до трех месяцев стоит тысяча пятьсот рублей, до шести месяцев три тысячи рублей и до одного года шесть тысяч рублей. Говоря о самих мигрантах, следует отметить, что они достаточно законопослушные. Правонарушения, как отметили в миграционной службе, бывают не так часто. Если документы вовремя не сделать, выявляем нарушителей, составляем административный материал и отправляем дело в суд. Поэтому из года в год это происходит, они все это знают, понимают и сами обращаются к нам. Там мигранты, они дисциплинированы, они находятся в чужом государстве и стараются придерживаться тех законов, которые у нас есть. В основном в республику приезжают трудовые мигранты из Средней Азии, Северной Кореи, Армении и Украины. Однако, пройдясь по улицам города, можно увидеть граждан и другой национальности. Жители Африки и Мадагаскара приехали сюда из России на пару месяцев, чтобы, получив визу, снова вернуться в Россию. Однако из-за карантина им также пришлось временно отложить свой отъезд.